Я думаю, что это не так. Дело в том, что у нас крупнейшие игроки на нефтегазовом рынке подчиняются государству, государственной компании. И это, кстати, правильно. Абсолютно правильно, с моей точки зрения. И государственная политика будет осуществляться всеми компаниями так, как это будет положено государству. Просто сейчас, я думаю, что на это будет обращено внимание. Мы неизбежно приходим к процессу тому, что пришли, вот о том, что нефть будет дешеветь. Об этом еще Михаил Леонтьев, когда он еще не был вице-президентом Роснефти, предсказывал в программе «Однако» в 2012 году. Я его выступление до сих пор магистрантам показываю. Потому что нефти становится избыток. Это во многом связано с так называемой сланцевой революцией, хотя никакой сланцевой революции не произошло. О том, что сланец традиционной нефтематеринской породы, что сланец от донной осадок, богатой органикой, которая всю жизнь, а это 3,5 миллиарда лет, жила в водах морей и океанов древних. Она же из атмосферы не улетала, она вся сождалась. Это просто очень тонкая дисперсная порода, которые вызревшие из органики керогена и кероген, вызревшие в нефтегаз, мигрировать не могут. А и при этом вы должны использовать гидроразрыв, значит, и бурение горизонтальных стволов. Ну, горизонтальные стволы — это конец 19 века, начало 20 века. А гидроразрыв первый, дай бог памяти, американцы сделали как бы не в конце 19 века. То есть это все старое, это просто применение технологии для добычи нефти и газа непосредственно из нефтематеринской породы. Ну, вот когда я там условно, вот для того, чтобы все было понятно, вот если вы приходите в ресторан, зовите официант и требуете тарелку щей, оно вам предложит гарантированно тарелку щей. Если вы настолько голодны, что бежите на кухне и начинаете хлопать кастрюлями, не факт, что вы найдете щи. В одной кастрюле может там мориться маслы для щей, в другой свекла отвариваются, в третьей капуста. То есть вот так же и сланится. То ли он вызвал, то ли нет, геологическое время нам еще должно показать только бурение может показать. А это дорого? Бурение всегда дорого. Вообще нефтегазовый комплекс, я уже говорил об этом неоднократно, очень затратный. Но давайте посмотрим на цифры. Вот у нас, согласно последним исследованиям компании Morgan Stanley за 2013 год, себестоимость после оплаты налогов барреля нефти в России 33 доллара за баррель, в Америке 25 долларов за баррель, в Китае после оплаты налогов где-то 18 долларов за баррель, а в Саудовской Аравии 4 доллара за баррель. И это понятно почему. Ну, я не знаю, зрители видят мою пришечку или нет, но я лысый. Вот я когда прихожу в Марик Майерскую, меня спрашивают, а как вас постричь? Я говорю, девушка, вы что, издеваетесь? Альтернативы не много. То есть, да, моя стрижка, это, ну, условно, 200 рублей, 3 минуты времени. А моя голова напоминает пейзаж Саудовской Аравии. Потому что мы, все, что мы делаем, значит, это мы бурим скважины, а потом все, что мы делаем с нефтью и газом, все находится на поверхности. Мы должны обустроить инфраструктуру. А теперь, прикиньте, Восточную Сибирь. Бесконечные горные переходы, кряжи, тайга, реки, причем бурные реки. Нет инфраструктуры, нет железных дорог. Все перевозки практически по зимнюю кольвертолетами. И так будет все хуже и хуже. Мы все время почему-то забываем, что вот сравнивать нас с Туркменией никак нельзя. Мы просто огромная страна. То есть у нас себестоимость будет по определению всегда расти. Из-за расстояния, да? Конечно. Поэтому вот вопрос. Мы не можем говорить вообще об энергетике. У нас есть и атомщики, есть и энергетический институт. Мы скромные люди. Мы всегда говорим об энергообеспечении объектов нефтегазового комплекса. Только об этом. Вот мы строим компрессорную станцию в Восточной Сибири. Значит, когда мы строим компрессорную станцию, мы все равно потребляем колоссальное количество энергии. Конечно, мы можем сделать газогенераторы или дизельгенераторы. Подвезли туда ЛЭП. То есть мы какие-то деньги на создание инфраструктуры и стратим. По-любому. Потому что там нет энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири. Даже Минэнерго напечатал в свое время карту энергообеспеченности регионов России. Но в Восточной Сибири реально энергетическая инфраструктура. Темно, в общем. Темно. А вот если мы говорим о Восточной газовой программе, все, что будет прокладываться там, это будет проходить как раз в регионах, либо этой инфраструктуры нет вообще, либо недостаточно. То есть все равно деньги будем тратить на то, чтобы строить. Создавать-то надо. Без энергии мы ничего не сделаем. Так вот смысл. Стоит ли тратить деньги в создании инфраструктуры энергетической 20-го и 19-го века? Либо можно начинать уже каким-то образом пересплетить деньги и тратить деньги в создании инфраструктуры 21-го.